Рекламно-информационная программа. Поддержка проекта. Компания «Ключ здоровья». Мы просто ждали сигнала, чтобы отправиться в опасное путешествие. Вы должны добраться до «Ключа здоровья». На каждом углу нас ждали препятствия. Добрый день! Купите симметр! За каждым поворотом нам было искушение. Ступени проносились мимо, а вместе с ними исчезали заветные килограммы. Похудел-то как! Впереди ждало главное искушение. Сегодня футбол! Нет! Сначала ключ здоровья. Вода – ключ здоровья. Ключ к вашему здоровью. Слушайте доктора! Добрый день! Это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня передо мной наш постоянный любимый гость, наш замечательный эксперт Дмитрий Батагов, директор Центра семейной медицины «Лада Мед». Здравствуйте, Дмитрий Леонидович! Здравствуйте! И говорить мы будем, как ни странно, в такую хорошую погоду, но о наших вредных таких вот друзьях, сопровождающих осень. Это ОРЗ, ОРВИ и ГРИП. Вот эти вот три наименования, такие вроде бы знакомые, и с другой стороны такие незнакомые, сегодня будут нашими главными героями. Итак, давайте разбираться, в чём разница между этими тремя понятиями? Разница. Самое широкое понятие – это ОРЗ, острые респираторные заболевания, то есть это заболевания, поражающие дыхательные пути. ОРВИ – это острые респираторные вирусные инфекции, то есть это те же самые ОРЗ, но вызванные именно вирусами. То есть это более конкретное определение. И ОРВИ – это наибольшая часть ОРЗ. ГРИП – это ОРВИ, но вызвано только исключительно вирусом гриппа. Соответственно, ГРИП – это и ОРВИ, и ОРЗ, но вызвано только вирусом гриппа. Вот все отличия. То есть ОРЗ – это совсем широкое понятие, характеризующее место поражения, то есть дыхательный тракт. ОРВИ – это характеристика и места поражения, и причины поражения. А ГРИП – это совсем очень узкое понятие, то есть это инфекция вирусная, поражающая дыхательный тракт, вызванная вирусом гриппа. ГРИП – Когда мы говорим про студы, мы имеем в виду, получается, в общей сложности это ОРЗ. Правильно я понимаю? ГРИП – Когда мы говорим про студы, это ОРЗ. ГРИП – И потом уже гинкотизируем. ГРИП – Да, когда мы говорим про студы. ГРИП – По месту дислокации. ГРИП – Да, да. ГРИП – Да. ГРИП – И насколько я понимаю, эта же самая простуда, этот же самый ОРЗ, он может быть разным. То есть, как вы сказали, по дыхательному тракту, смотря где инфекции, получается, будет развиваться, да, или симптоматика? Так, что-то я не очень вопрос понял. Есть различные номинования. Фаренгит, ларингит, трохиит. Это что такое? Это по локализации. По локализации инфекций. Фаренгит, трохиит, ларингит. Фаренгит – это поражение глотки, то есть или ротоглотки, или носоглотки. Фаренгит – это поражение гортани. Один из характерных признаков ларингита – это страдает, как правило, голос, он становится или осиплый, или вообще пропадает. Вот это ларингит как раз. То есть на связке действует? Да, связки находятся в гортани. Вот ларингит – это поражение гортани, и в первую очередь голосовых связок. И третье – это трохиит. Трохиит – это более нижняя локализация поражения, это трохея. То есть это уже уходит ниже горла. И бронхит ещё дальше там идёт ниже. Да, и дальше идёт бронхит, и может ещё и воспаление лёгких быть. Как всё интересно. Трохиит характеризуется, как правило, сухим кашлем. То есть если воспалена трохия, то человек кашляет, кашляет, кашляет. Кашель сухой, ничего не отхаркивается, он раздирающий. Люди говорят, когда прямо жжёт там как бы где-то вот… Непередаваемое ощущение. Ну, непередаваемое, да. И очень неприятное, изнуряющее. Насколько я понимаю, инфекция может передвигаться. То есть изначально был фаренгит, потом он может перейти. Конечно. Только вниз спускается, да? Сначала может быть ринит, то есть сначала может быть поражение носа, сопли. Так. Вот, потом сопли могут стечь. Ну, я уже так очень простым языком. Они могут стечь в глотку, будет фаренгит. Затем они могут каким-то образом, ну, не сами может быть сопли, но микроскопические частицы попасть в гортань. С инфекцией. Да, 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 конечно. Они поражают тогда гортань, и это будет ларингит. Если пойдет ниже, то это будет трахеид. Если пойдет еще ниже, то это будет бронхит. Иногда бывает так, что сразу все поражаются. Рина, фаринга, ларинга, трахея, бронхит. Ну, наверное, повезло тем людям, которые видели себя в медканижке, так и для винования, справочки. Да, да. Только вниз инфекция может идти. Обратного пути нет. То есть если бы ушла вниз, если у нас случился у человека бронхит, то ринита уже не будет. Нет, почему может? Если глотка с носовой полостью сообщается очень хорошо. Поэтому если первичное поражение было в глотке, на нос очень может инфекция перейти. Ну что, вот мы и разобрались со всеми этими сложными наименованиями. Надеюсь. Теперь придя к врачу, к терапевту, уже каждый сможет точно понять, что же мы такое написали, что же ему рассказали. Ну, откуда же это всё берётся? Почему возникает? Как рождается эта инфекция? Это берётся из окружающей среды, то есть из нашей окружающей социальной среды. Чаще всего источником является сам человек. То есть есть носители в определённый эпидемический опасный период, удобные очень для распространения. Это, как правило, или осеннее время, либо поздне-зимнее, раннее весеннее время. Начинаются развитием и вспышки. Если это мы говорим про ОРВИ не гриппозная причина, то тогда вспышки локальные, то есть они могут захватывать какой-то населённый пункт, может быть, несколько коллективов, например, какой-нибудь большой детский сад, школу, какую-нибудь большую компанию, может быть, несколько компаний. Если мы говорим про гриппозную инфекцию, то там может захватывать целые материки. Ничего себе. Такое же было? Ну, конечно, в Севе-то испанка. Та самая испанка? Да. Такое было, такое есть и такое будет. Грустно. Конечно, грустно. А как сделать так, чтобы такого не было? Забегай вперёд. Укреплять иммунитет всеми возможными способами. То есть укреплять иммунитет возможными способами, помимо, конечно, делать прививки от тех инфекций, от которых возможно делать. Если прививок нет, потому что ОРВИ, по-моему, если я правильно помню, более 200 всевозможных видов, поэтому... Невозможно сделать прививок. От них, от большинства просто прививок-то и нет. Потому что меняется постоянно, да, вирус? Или почему? Приходят, одни уходят, потом появляется новое. Поскольку это всё воздушно-капельным путём передаётся. Да, они мутируют ещё. Грипп очень пока сложно поймать, он очень быстро мутирует. Поэтому в один сезон... Ну, как правило, вируса гриппа хватает на два... Прививки вируса гриппа хватают на два сезона. Через два сезона её надо обновлять. Угу. Вот как раз это знакомое всем, ну, непонятное слово, штамм. Это что такое? Штамм – это разновидность микроорганизма, то есть или вируса, или бактерии, которая выселилась в лабораторных условиях. Значит, делают как? Берут... Ну, то есть, как вообще... Как делается вакцина от гриппа каждый сезон? Угу. Как они узнают, да, что будет... Да. Как сказано, что... Они набирают штаммы. Да. И смогут предположить, какой штамм будет актуален в этом сезоне. Делаются заборы у различных людей, заболевших гриппом. То есть, мазочки из носоглотки. И делаются посевы и вирусологические исследования. Ну, помимо посевов ещё. В зависимости от того, какой вирус определён, в каждом месте, где был забор проведён, где была высеяна культура... Географический смысл, да? Географический. Она описывается, эта культура, там, генетическим языком. И в этом месте, этой культуре присваиваться своё имя. И это считается штаммом. Потом эти данные обобщаются. То есть, собираются данные с Гонконга, с Москвы, с Новосибирска, с Монреаля, с Сан-Паула, из Африки, из Индии, отовсюду. Они анализируются, обрабатываются. Это всё делается под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Это всё мониторится. Россия, естественно, тоже участвует в этом очень активно. Ну, потому что мы ГИРЫПу подвержены. Мы, во-первых, очень удобная страна для исследования. Во-вторых, мы очень заинтересованы в том, чтобы иметь наиболее актуальные данные. Россия в этом участвует. Всё это обобщается, анализируется и делается вывод о том, какие в предстоящий сезон наиболее вероятные вирусы будут. Там есть уже математические модели расчёта, от какого вируса ждать наибольших неприятностей. Упор всегда делается всё равно на три больших... Как это сказать? Сиротипа. То есть, сиротип – это больше, чем штамм. То есть, это большая-большая группа штаммов, схожая генетически. Вот. И упор делается, как правило, на два сиротипа вируса гриппа А и на один сиротип вируса гриппа Б. Так. Которая наиболее считается эпидемически опасными. Мы, по-моему, куда-то очень сложно пошли. Или нет? Мы пошли нормально, потому что как раз, чтобы объяснить, почему нужно делать перерывки, всё-таки хочется покопаться и поковыряться, на самом деле. Я думаю, что это интересно будет. Я думаю, что это интересно. Хорошо. Если кому-то будет очень интересно, мы можем ещё потом в следующих программах продолжить. Значит, считаются самыми опасными на настоящий момент вирус гриппа H1N1. На слуху, кстати. Да. Это свиной грипп. Да. Это в том числе свиной грипп. Одна из разновидностей вируса гриппа H1N1 – это свиной грипп. Второй – это считается вирус гриппа H3N2. И третий – это один из подвидов, скажем так, гриппа B. И, как правило, сейчас в прививку, в вакцину, включаются именно вот эти три разновидности. Сейчас появилась ещё… В одну вакцину? Да, в одну вакцину. Есть ещё вакцина квадривалентная, то есть там сейчас включают четыре, там добавляется ещё один подтип вируса гриппатита, вируса гриппа B, ещё один. Ну, насколько оправданно, жизнь покажет, потому что это появилось недавно. Но классические вакцины, в том числе импортные, они включают в себя три. H1N1, H3N2 и вирус гриппа B. Какой-либо там. То есть, по сути, если я правильно поняла, вакцина – это такой коктейль, который наш организм получает. Коктейль из вирусов. Из вирусов, да, который получает наш организм, и потом уже имеет возможность вырабатывать иммунитет, чтобы сопротивляться этим вирусам. Да. И такого хватает как лечка на два сезона. Вирус уже убитый. То есть, вот как говорят, там, я заболею и так далее. Это от качественной вакцины, которая доставлена до места назначения всё правильно, с соблюдением холодовой цепи, никакой болезни именно гриппом от вакцины быть не должно. Другое дело то, что бывает иногда побочной реакции, там ещё что-то бывает. Диологические реакции. Да, это бывает от любого препарата. Да. Вакцина – это тоже медицинский препарат. Естественно, её надо делать после осмотра доктора и посоветовавшись со специалистом. Посоветовавшись после осмотра доктора и по своему состоянию тоже нужно принимать. Конечно. То есть, во время обострения заболевания делать не надо. Это противопоказания. На фоне повышенной температуры делать ни в коем случае нельзя. Это противопоказания. Беременность для большинства вакцин гриппозных является противопоказанием. Потому что не было исследований, скорее всего. Я вот сейчас так-то сходу не скажу, но для большинства вакцин, может быть, где-то и появились, но не надо. Так. Какие ещё у нас противопоказания-то есть? Ну, какие-то очень тяжёлые заболевания хронические. Ну и сейчас, судя по погоде, самое лучшее, наверное, время для того, чтобы сделать прививку. Сейчас самое лучшее время, потому что ещё не холодно, ещё влажность не повышенная, ещё эпидемический сезон не начался. Сейчас можно всё это очень хорошо перенести, и вырабатывается иммунитет как раз к эпидемическому сезону, и очень можно всё очень аккуратно, красиво сделать. Поэтому вот сейчас самое-самое время делать до прививку. Дмитрий Ильинич, если мы говорим о подростках, о детях, им такие же прививки показаны, или не? А то, что они сейчас, вот в связи с началом учебного года, все пришли в коллективы, естественно, там уже может какая-то инфекция развиваться. Сейчас, да, сейчас скоро начнётся. На фоне этого, при положительной оценке врачей, можно делать подобное? Можно и нужно. Можно и нужно. Детям большинство вакцин... Нет, не большинство вакцин, у нас на российском рынке в медицинских учреждениях вакцины от гриппа с шести месяцев доступны. Не все вакцины от гриппа можно делать с такого возраста, но есть вакцины, которые можно делать с шести месяцев. Поэтому практически можно любой возраст охватить. Грипп наиболее опасен для детей маленьких, для людей преклонного возраста, для беременных женщин и для людей с какими-то хроническими заболеваниями, там типа сахарного диабета, ишемическая болезнь сердца. Для людей преклонного возраста он опасен тем, что он может перейти в пневмонию и от пневмонии, к сожалению, уходит. Статистически смертность примерно 0,01%. Но если положить на всю Кировскую область, 0,01% у нас получается, я чего-то подсчитывал, но если у нас 1,2 млн жителей в Кировской области, то примерно 120 человек мы теряем каждый год от гриппа в Кировской области. Ощутимая цифра. Ощутимая. Если брать по Кирову, то человек 40, 50 у нас все равно уходит от гриппа. Ежегодно. Ежегодно. Вот поэтому обращаем внимание на то, что прививки могут помочь, могут спасти и защитить. Помимо этого иммунитета еще защищать или не будем? Обязательно будем защищать иммунитет. Как будем защищать? Для укрепления иммунитета очень хорошее средство – это достаточный сон. То есть надо просто высыпаться. 7-8 часов. Да. Говорят. Да. Если не получается в будние дни, надо отсыпаться в выходные дни. Сон. Вот просто на приемах я неоднократно обращал внимание на то, что люди сну не уделяют внимания. Уделяют внимание стрессу. То, что питается человек, может быть, недостаточно. Простыл. Сквозняки. То есть не выделяют недостаточный сон в качестве причины заболевания. В качестве причины заболевания. Хотя если человек не поспит более-менее нормально три ночи, у него риск развития заболевания какого-либо вплоть до язвы желудка, язвы 12-перстной кишки возрастает в разы. А с чем это связано? А с тем, что недостаток сна – это мощнейший стресс сам по себе. Для организма. Да. Организм бросает на борьбу с недостатком сна последние резервы. Ну, можно там не высыпаться месяц, с два не высыпаться. Но где-нибудь через полгода всё равно начинаются проблемы. Проявляться, да? Проблемы какие-то появляются. Не будем это допускать. Помимо сна, как мы ещё можем укрепить защиту? Достаточно витаминов, всё-таки физическая нагрузка дозирована. Про витаминчики ещё, извините, перебью вас. Овощи, фрукты – это хорошо, наверное, но недостаточно. Да, лучше всё-таки поливитаминные препараты какие-то плюсом. Да, особенно вот как раз вот сентябрь, то есть в начале осени, в начале весны обязательно. В начале весны обязательно, потому что в Кировской области, где 7 месяцев в основном лежит снег, и ночи длинные, солнца всё равно не хватает, витаминов не хватает. То есть витамины надо восполнять извне, потреблять. Так, и дальше, да? Про витамины проговорили? Так, про витамины мы поговорили. Так, что ещё-то? Так, про физическую нагрузку сказал. Можно травы попить. Распространённые средства – это эхинацея. Есть разные гомеопатические препараты, есть стимуляторы интерферона, препараты таблетированные, циклы… А, название нельзя? Ну, если ты не представляешь, то там… Ну, давайте скажем, индукторы интерферона – это общая группа, это неконкретно патентованное название, поэтому… Да, препараты, которые стимулируют выработку внутреннего интерферона – это фактор сопротивления вирусным инфекциям внутренним. То есть его можно подстимулировать. Но я считаю, что из самых вот таких бытовых вещей – это не ослаблять свой иммунитет истощением. Истощением – это голоданиями и… Диетами различными. Диетами и недостатком сна. Сон очень важен для именно иммунитета. Сон, еда, вода. Да. Нашел и все друзья. Да, воду, конечно, желательно чистую. Да, воду чистую, там уже каждый сам для себя решает. Почему вода так важна? Расскажите, пожалуйста. Мы, большая часть нашего организма, иногда говорят, что до 90% мы состоим из воды. Поэтому, если мы будем состоять из грязной воды, то, соответственно, наши эти органы и жизненная система будут функционировать неправильно. Ну, автолюбители знают, если залить не тот электролит в аккумулятор, машина просто не заведется. Если залить не то масло или не тот бензин, там все, машину можно, ну, в лучшем случае, на ремонт, если совсем… Организм человека – та же машина. Организм человека – да, еще более сложная машина. Если компьютер, протирать надо обязательно определенной тряпочкой, монитор компьютера, и желательно, чтобы это был какой-нибудь спиртосодержащий раствор, да, то человеческий организм надо протирать и снаружи, и изнутри чистой жидкостью, и это прежде всего чистой водой. Да, да. Изнутри чистая вода очень обязательно. Изнутри и снаружи, потому что, как мы знаем… Ну, мыться, конечно, мыться тоже лучше чистой водой. Да, как раз способ, один из главных способов передачи вируса, да, Орзе, Орвы и гриппа – это грязные руки, по сути. Да, грязные руки являются не менее важным фактором, чем распространение вируса при чихании, при кашле. И если не обращать внимания на то, что вот вы споркались вот так, а потом взялись, с кем-то поздоровались, или пошли в магазин расплачиваться вот этими сопливыми руками, это денежная купюра нашими соплями уже… Кому это принесет очень много интересного. Ну, это я уже говорил, по-моему, в прошлом году на передаче, что британцы проводили исследование и пришли к выводу, что через денежные купюры вирус передается очень хорошо. Вот благодаря вот этому движению грязных рук, немытых рук. Как же хорошо, что у нас сейчас большинство расчетов переходит на электронные карты. Да, кстати, да. Это способствует уменьшению развития заболеваемости. Ну, у некоторых народов Живостока есть вообще понятие, что правая рука чистая рука, а левая рука нечистая рука. Поэтому все вот эти вот движения разные, они стараются делать левой рукой. Это тоже своего рода защита. Но вместе с тем, когда они что-то передают, например, деньги на Востоке, нельзя делать это двумя руками? Ну, они иногда просто не прибираются. Но понятие у некоторых народов, понятие о том, что какие-то движения можно делать только одной рукой, существует. Но, к сожалению, в общей массе нет осторожности насчет того, что руками можно заразить близкого человека респираторными инфекциями. К сожалению, это очень актуально для молодых матерей. Потому что бывают иногда молодые мамы приходят в ужасе с сидеющими волосами от того, что ребенок еще нет года, он уже болеет какой-то простудной инфекцией. Когда начинаешь спрашивать, оказывается, у мамы недавно была ОРЗ. Так. Вот. Маску-то она использовала. Ага. А руки, ну, когда получалось, когда не получалось. И как бы источник заражения понятен. Понятен, да. И ребеночек страдает. Бывает, мамы иногда соблюдают, бывают близкие не соблюдают, бабушки иногда игнорируют это. Но бабушки-то по старинке что-то, к житью-то выживет. Не, это неправильно. Нет. Бабушки разные бывают. Бывают, которые заботятся, но если бабушка не понимает вот важности этого, тогда надо объяснить родителям, что к ребенку надо подходить с чистыми руками, есть ли сопли. И вообще к ребенку лучше не подходить с соплеми. Вот так-то надо начинать с этого. Но если уж совсем безвыходная ситуация, тогда маска и соблюдать гигиену рук. Угу. Едем дальше. Вы упомянули о том, вот, симптомы, очень хочется про них поговорить. То есть, если мало ли, произошло заражение, то есть, иммунитет у человека не готов был к такому напряжению, к такому напряжению на работе. Тут же и руки грязные, да, не помыл после общественного транспорта или после чего-нибудь там, как машину заправил. Еще ряд причин. Стресс сюда же добавляется, может, да, недостаточное питание, недостаточный сон. Начинаются какие-то определенные симптомы. Как понять, что вот стоит уже бить тревогу? Так, про симптомы мы говорим ОРЗ или конкретно грипп. А вот давайте разделять. Потому что там и методы лечения у нас с вами пойдут разные, насколько я понимаю. У нас это не на одну передачу уйдет. Начнем. Значит, для гриппа, конечно, самый характерный симптом – это интоксикация. То есть человек чувствует вялость, разбитость, утомляемость, поднимается температура и головная боль чаще всего. Может быть покраснение лица. Через некоторое время могут присоединиться уже симптомы именно гриппа. То есть если пойдет поражение сосудов, а грипп содержит гемаглютинин, который является ядом, поражающим кровеносные сосуды, то могут начинаться кровотечения. И это, кстати, одна из причин смерти при гриппе. То есть у человека может развиться кровотечение. Есть ли еще, тем более, с осертываемостью крови не все в порядке, и с прочностью стенок сосудов бывает. Я почему говорю, что при хронических заболеваниях грипп для людей опасен. Для людей в возрасте он опасен. У детей, опять наоборот, у них еще не все устоялось, не все сформировалось. Он опасен для них по этой причине. Вот. И второй яд, который содержится, вот гемаглютинин – это H, буковка, а второй яд – это N, нейроминидаза, вот это H1N. Да, да. Нейроминидаза, она в первую очередь является ядом, поражающим нервную систему. То есть это вот, когда туманная голова, сонливость, тяжелая голова, головная боль и так далее. Вот. А если начинает присоединяться что-то еще, так называемое катаральное явление, то есть там кашель, сухой причем, сухой, может и влажный быть, то тогда, конечно, надо думать о том, что может быть сочетание какой-то еще инфекции. Вот. Для гриппа, конечно, характерна именно, прежде всего, интоксикация, вот с этими двумя поражениями нервной системы и поражением кровеносной системы. И вот грозность-то его в этом. Значит, если мы говорим про другие инфекции, ОРЗ, они очень бывают разные. Бывают ОРЗ, которые узколокальные, то есть могут поражать, например, только носоглотку и выражаться в виде, ну там, этих насморка, да, заложенности носа. Есть инфекции, которые поражают именно гортань и влияют прежде всего на, вызывают сухой кашель и осиплость голоса. А бывают инфекции, которые именно поражают уже нижнее дело дыхательных путей, то есть это бронхит, рахиобронхит, и которые могут перейти благополучно, ну не благополучно наоборот, могут перейти в воспаление легких. Но бывают инфекции, воздушно-капельные инфекции, ОРВИ, которые поражают весь организм, ну вот как грипп. И они могут проявляться не только в виде интоксикации и поражения дыхательных путей, а могут вовлекать, например, желудочно-кишечный теракт, ну, например, аденовирусная инфекция, ротовирусная инфекция, которая, ротовирусная инфекция, хоть и передаётся воздушно-капельным путём, и считается больше как кишечная инфекция, вот, они могут вовлекать или как поражать лимфоузлы, вообще лимфатическую систему. А, и сердечно-союзную систему помимо сосудов ещё и сердце, сердечную мышцу. То есть после вирусных инфекций миокардит, это, к сожалению, очень часто распространено. Миокардит, да? Миокардит, воспаление сердечной мышцы. Это очень частое осложнение, которое может иметь очень нехорошее отдалённое последствие в виде нарушения ритма. То есть человек может выздороветь от ОРЗ, ОРЗ-то пройдёт. А потом оказывается, что что-то там другое не так уже пошло. А у него начинается сердечная недостаточность и начинается нарушение сердечного ритма. И как их лечить уже дальше большой вопрос, потому что лечить бывает сложно. Вот. В деталях-то, может, не надо рассказывать? Нет, не будем в деталях. Но в любом случае ОРВИ – это не то, что вот я там таблеток попью, в лучшем случае таблеток попью. Сам без консультации врача там что-нибудь? Да-да-да, там 3-4 дня полежу. Больничный брать не буду. Так, без содержания. Или один день с порошочками. Ну, там, один-два дня, да, без содержания отлежусь. Вот температуру собью и потом пойду. Потом пойду на работу, потом пойду ещё чего-то. А у некоторых таких товарищей работа бывает на улице. Вот. Вот он вчера лежал с температурой, сегодня он на жаропонижающих, у него температуры нет. Он пошёл на улицу куда-нибудь по колено в снег. Вот. И он может попасть через, там, полторы-две недели уже с таким мощным воспалением лёгких, или, там, с каким-нибудь осложнением нервной системы, там, минингенцефалит, вот с тем же миокардитом, поражением почек, с хроническим, с острым гайморитом, и так далее, и так далее, и так далее. Уже в больницу, в реанимацию, там начинается прокол носовых пазух, искусственная вентиляция лёгких, спинномозговая пункция, и так далее, и так далее. А всего-то надо было отлежаться 7 дней, попить таблеточки. А лучше сделать просто было заранее прививку, если мы говорим про гриб. Ну, заранее-то, конечно, да. Соломки выпустил. Ни в коем случае не лечиться, в кавычках, конечно, лечиться перцовочкой. Да, ну мы об этом уже говорили. Не ходить ни в какую баню. Ложный путь. Типа клин-клином я вышибаю, никакой клин-клином не вышибается, этим только усугубляется заболевание. Вот. Надо просто отлежаться, пить чистую воду, можно брусничный морс, настоенный на чистой воде. Витамин С. Витамин С. Иногда это, даже этого бывает достаточно. Ну, если, да. То есть организму надо восстановить. Это если, мало ли, так случилось, что нет возможности у человека сходить к врачу. Да, но лучше все-таки сходить к врачу. Тем более врача можно вызвать на дом. Вот. Есть такие услуги. Таким образом сбить температуру. Температура это является показателем о том, что с организмом что-то не так, что он с чем-то борется. Если мы сбиваем температуру, то есть мы, получается, уничтожаем этот вот факт, да, и у нас получается, что организм самостоятельно как-то борется, уже не давая нам информацию о том, что он делает. Ну, температуру выше 38 все-таки считается, что надо сбивать, потому что она уже ненормальная. Это уже не борьба, это уже запредельная борьба. То есть это уже борьба на грани возможностей. Ниже 38 температуру, тут можно подумать. То есть самое главное, бесконтрольно принимать жаропонижающее средство нельзя. Они, во-первых, далеко не все так безопасны. Они влияют на желудочно-кишечный тракт и влияют на печень. И так-то влияет еще и на свертываемость крови, некоторые жаропонижающие средства. Поэтому, если врач назначил два раза в день, принимать два раза в день. Если назначен один раз в день, принимать один раз в день. И не больше. А не так, что там бывает иногда, я принимал восемь раз. Вот, что-то у меня закровило из носа. Бывают такие случаи. Все понятно. Да, а на этом мы вынуждены программу «Слушайте, доктор, закончить». Я надеюсь, что это была первая часть, Дмитрий Леонидович. Да, и мы еще по симптомам, про лечение разных видов вот этих вот наших заболеваний, которые так часто, к сожалению, случаются. У многих людей хотелось бы, чтобы пореже. Это все в наших руках. И о том, как с этим справиться, как это вылечить. А если не вылечить, какие могут быть последствия, о видах гриппа. Есть у нас еще там замечательный кишечный грипп. Об этом в следующих сериях. Ну, который не совсем грипп. Точнее, это вообще не грипп. Об этом мы поговорим еще. Спасибо большое. У меня в гостях был сегодня Дмитрий Батаков, директор Центра семейной медицины «Ладомед». Спасибо большое, Дмитрий Ильич. До встречи. До встречи. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Продолжение следует... Продолжение следует...